Долговая нагрузка казахстанцев стремительно растет, а с новыми правилами выдачи беззалоговых кредитов она станет еще больше, говорят экономисты. Они предполагают, что число людей, которые не смогут выполнять обязательства по займам, увеличится. Их счета будут блокировать, а значит эти люди выпадут из экономической системы. Анастасия Новикова расскажет подробнее. Долговая яма казахстанцев становится все глубже. Микрокредитные организации теперь будут выдавать беззалоговые займы по новым ставкам. Они увеличились с 0,35% до 0,4% в день. Казалось бы, ненамного, но в годовом выражении ставки выросли со 127 до 146%. Таким образом, говорят экономисты МКО, пытаются закрыть свои убытки. Ведь многие заемщики уже не платят кредиты и вывести денежный поток в плюс. По словам экспертов, долговая нагрузка казахстанцев увеличится. Дефолтов будет еще больше. У нас было 37 миллионов арестов по микрокредитам в том году, да? Значит, в этом году их будет уже больше 50 миллионов. То есть большинство людей выпадают из экономического оборота. Вот люди не смогут купить даже хлеб элементарный. Потому что у них будет все заблокировано. Специалисты говорят, ставки больше 100% во всех развитых странах считаются ростовщическими и запрещены законом. Но только не у нас. По почетам депутатов, 80% экономически активных казахстанцев обременены кредитами. В развитых странах этот показатель в несколько раз меньше. Так, в США это всего 20%. Кабальные условия банка второго уровня и микрофинансовые организации загоняют народ в долговую яму. Деятельность микрофинансовой организации не регулируется государством. Проценты слишком высокие. В итоге наши граждане сталкиваются с работой коллекторов. Судоисполнители вынуждены проходить процедуру банкротства. К микрокредитам казахстанцы прибегают не от хорошей жизни. Чтобы снизить закредитованность и вызволить граждан из долгов, нужно развивать экономику и повышать зарплаты. Доля оплаты труда в ВВП у нас снизилась. То есть больше растет вау и смешанные доходы. Это как раз прибыли организации. То есть это бизнес больше зарабатывает за счет того, что у нас, получается, зарплаты не такие высокие. При этом сейчас как минимум у полутора миллионов казахстанцев есть просрочки по действующим займам в 90-е больше дней. И таких граждан становится только больше.